В городе контролируют ход капитального ремонта. С проверкой приехал лично глава Краснодара Евгений Первушев, чтобы посмотреть, правильно ли восстанавливают фасад здания на Красный. А все потому, что все же есть подрядчики, которые работают медленно и неответственно. Три дома в Краснодаре залил ливень из-за того, что не положили гидроизоляцию во время ремонта. Подробнее в следующем сюжете. Жители дома на Красной 50 рады, что начался капитальный ремонт фасада. Его не обновляли больше 10 лет. За это время красивое здание превратилось в рядовую старую пятиэтажку. Месяц назад рабочие сняли весь старый слой штукатурки, обработали трещины и сейчас покрывают краской долгожителям. Она прослужит 15 лет, не сотрется и не обсыпется. Еще дома меняют сливные трубы. Старые прохудились и где была течь, отвалились целые пласты отделки. Домком с гордостью показывает главе города Евгению Первушеву, как посвежил дом. Нас все устраивает после того, что было. Это просто, так сказать, да. Обновленный, он красивый. Здание у нас историческое получается. Еще бы в порядок привезти кондиционеры, чтобы они смотрелись. Мы вот сегодня с утра договорились о том, что сегодня эксплуатирующая организация вместе с округом отработает производственный отдел управляющей компании. Выдадут всем предписание, чтобы все это не текло на фасад. Очень жалко будет при таких затратах, более-менее привели центр города. Подрядчик обещает закончить все через 10 дней, если не подведет погода. Пока на улице сыро, работы приостановили, потому что краска и шпатлевка должны хорошенько просохнуть после дождя. Сейчас компания занимается еще кровлей на нескольких домах. Прежде всего сделали гидроизоляцию, чтобы в случае дождя не залило квартиры. И все это в назидание другим подрядчикам, которые могут пренебречь этим требованиям, говорит Евгений Первышев. Дурным примером стали те, кто занимается тремя домами на улицах Южной, Ставропольской и в первом Вишневом проезде. Там не сделали вовремя гидроизоляцию. И вчерашний ливень затопил квартиры на верхних этажах. Их жители не просто остались без нормального ремонта, еще и без мебели. Я сам смотрел и посылал уже ночью туда людей, которые проходили по квартирам непосредственно, которые заактировали затопление некоторых квартир. Эту работу необходимо будет еще сегодня продолжить, чтобы установить все нарушения и замечания, которые произошли по данному адресу, и выставлять претензии подрядчику. Пусть он за свой счет все переделает. Если у него головы нет на плечах, и он не в состоянии был обеспечить изоляцию тех мест, на которых он не завершил еще капитальный ремонт кровли, тогда необходимо его привлекать к ответственности. Сейчас оценивают ущерб в домах. Компенсировать его предстоит компаниям-подрядчикам. Они несут полную ответственность за качество работ, сказал Евгений Первышев. Он также отметил, что до устранения нанесенного ущерба собственникам, ремонтникам не будут оплачены выполненные работы. Всего в этом году в Краснодаре планируют капитально отремонтировать 300 домов. В 23 многоэтажках это уже сделано.